всех приветствуем это библиотека номер 187 города москвы и сегодня мы поговорим о наверное самым главным нашим архитекторе начала 20 века рубежа 19 и 20 о федоре осипович шехтель шехтель как несложно догадаться происходил из немецкой семьи уже к тому моменту достаточно обрусевший и довольно таки зажиточный он после того как это вот он так выглядел после того как ему удалось переехать в москву а был он вообще родом из саратова как и многие российские немцы с поволчей его родители его предки приехали в россию еще при екатерине второй после переезда москву шехтель поступил к архитектору мастерскую к архитектору александру каминскому и в 75 году поступил на архитектурное отделение московского московского училища живописи вояния и зодчества на курс архитектуры как я уже сказал но через три года был отчислен за плохую посещаемость считается что он был вынужден вынужден ухаживать за больной матери поэтому плохо посещал занятия но в то же время он уже строил и судя по всему его там первые работы они были со авторстве с каминским сегодня мы просто поговорим о самых известных его работах естественно охватить все невозможно потому что известно больше 200 работ шехтеля вот конечно говорить о каждой мы не сможем поговорим о самых известных это первая такая крупная самостоятельная работа усадьба фон дервиза в кирицах это нынешняя рязанская область судя по всему каминский его учитель фон дервизу и отрекомендовал молодого архитекта которого тогда еще знать никто не знал и шехтель выполнил вот этот заказ выполнил он надо сказать его достаточно дотошно именно это и хотел фон дервиз и чувствуется что это одна из первых таких еще незрелых работ видно что шехтель здесь в общем-то использует огромное количество разных элементов из разных стилей из классики из псевдо готики и из мавританского стиля и видно что приоритет конечно тут у декора именно архитектуры как формы и и здесь не так много но в то же время заказчик остался доволен для него был построен вот такой замок такой действительно такое здание которое похоже на замок а на самом деле это комплекс зданий которые вот недавно были отреставрированы его сейчас выглядит вот таким вот образом это усадьба лакалово в селе великое ярославская область нынешняя здесь уже шехтель пытается искать свой собственный стиль свой собственный путь и обращается к достаточно модному вторима псевдо русскому стилю что это такое это опора на архитектуру 17 века и здесь шехтель в общем то опять же это его ранняя работа и он здесь конечно скорее копирует вот этот вот эту вот традиционную русскую архитектуру 17 века если были в коломенском видели вот этот комплекс зданий 17 века очень похож и взят это именно оттуда горновитая палата тоже в общем то из этой серии вообще если так вот по состоянию то есть если здание еще составить на самом деле можно было бы и подумать что это что-то из 17 века вот этого декоративность попытка строить под 17 века она не так заметно то есть это все-таки вот такой скорее копировали но довольно таки неплохо сейчас кстати здание которое увы в не очень хорошем состоянии находится детский дом шехтель был также известен как архитектор который проектировал не только здание но и в общем то такие склепы различные часовни и проще в общем то атрибуты из такой похоронной жизни и и вот это как раз часовня памятник над захоронением морозовых на рогожском кладбище это родители савы морозова для которого он в общем то в том числе и строил вот и сейчас конечно мы посмотрим самые любопытные самые известные вот то чем известен шехтель здание это особняк зинаида морозова это жена как раз савы морозова порозов съездил великобританию а там в то время жуткой моде был неоготический стиль то есть или представление что нужно строить вот под эту средневековую архитектуру и шехтулю заказывают вот такой вот особняк и тут чувствуется что это уже такая более зрелая работа куда более зрелой во первых появляется его фирменный стиль то есть у него всегда есть здание какая-то доминанта какой-то центр причем как правило это не центр по симметрии здесь конечно доминанта это вот справа она находится это вот такая двухэтажная башня с таким замысловатым рисунком на оконной раме и заказчики конечно остались довольны шехтель спроектировал действительно одну из будущих достопримечательностей москвы и здесь вот несмотря на то что эта декоративность она конечно все еще есть опор на средневековье но в то же время здесь чувствуется конечно уже работа с формой потому что в то время и интерьеры и рамы оконные все это проектировал архитектор сейчас вот сложно поверить но в то время было именно так дом морозовый очень интересный вышел и в плане интерьеров которые шехтель делал вместе с рубелем там огромное количество вот таких вот совершенно фантастических деталей огромное количество вот этой резной деревянной мебели которая опять же отсылает нас к средним векам рубель сделал для несколько для этого дома несколько таких панно и в том числе сделал вот такой витраж витраж рыцарь если видели картины прерафаэлитов таких английских художников они находились в общем-то выражаясь современным языком вот в то время на одной волне и действительно вот здесь вот видно то же самое что у прерафаэлитов такая идеализация средневекового рыцарства вот интерес к такой ренессансной живописи и вот такой вот витраж это такая картина из кусочков стекла сложенная выполняет рубель для этого дома это тоже такое достаточно известное здание это скоропечатня левенсона ну по современному типографии вот в то время использовались оба этих слова и вот такое вот здание тоже в общем то будущую достопримечательность москвы построил шертель для типографии само здание но если так посмотреть на него не конкретно на детали а в целом напоминает такой тоже замок но только в целом то есть если вспомнить там его хоть раннюю работу вроде усадьбы фон дервизов здесь вот это декоративности декора много а вот именно декоративности и и уже сильно меньше то есть все все вот эти вот весь этот декор это уже часть форму часть здания конечно опять же справа этот фантастический тоже интерьер обратите внимание там на потолок какая там люстра такой светильник очень любопытная такая спираль вот эти вот природные формы то что было модно в эпоху модерна это конечно самое известное здание наверное который построил шахтер это особняк рябушинского я долго уж про него не буду рассказывать у нас есть отдельное видео на нашем канале поэтому можете там посмотреть более подробно это конечно один из шедевр который он делал для семьи рябушинских семья старообрядцев вот и вот если так посмотреть со стороны обратите внимание два этажа но на самом деле это же три вот там следующая картинка будет как раз третий этаж я покажу вам что там находится здесь вот центр здания это конечно вот это вот фантастической красоты лестница сделанная форме такой волны сейчас там кстати музей максима горького горький после революции жил достаточно долго в этом доме частном музей поэтому их здание можно посетить в отличие от большей части особняков эпохи модерна вот такой вот богомол наличествовал в этом здании конечно это отсылка к тому что вот рябушинские такие вот набожные старообрядцы вот и посмотрите вот с какой эстетикой это все сделано а это как раз и есть 3 3 этаж это молельная комната дело в том что в то время старообрядцам было запрещено иметь культовые сооружения в городе и поэтому вот такую молельную комнату сделанную такой в стилистике ранне христианских храмов было решено спрятать чтобы с улицы и и не было видно вот другой менее известный дом но не менее красивый это особняк вирожинская это тоже москва несмотря на то что у шехтеля есть работы которые он строил за пределами москвы но мы его знаем конечно как московский архитектор и его здание они во многом до сих пор формируют облик исторического центра нашей столицы это вот особняк вирожинской такой тоже спрятанный он не стоит прямо на красной линии то есть прям на улице как бы вот он чуть-чуть глубже глубже в улице расположен и здесь тоже обратите внимание есть центр вот это вот такая конструкция с башнями и с таким большим большим как бы сейчас сказали панорамным окном и не отстают конечно внутренний интерьер оборотите внимание камин который называется адам и его и наверху там все вот эти вот форму модерна которые были приняты в то время все вот эти растительные орнаменты вся вот эта потрясающая декоративность этот особняк видя успехи шехтеля на поприще строительство доходных домов особняков это все-таки строилась на частные деньги разбогатевших тогда представители буржуазии город начинает доверять архитектору большие заказы уже вот такие которые строились на бюджетные деньги и шехты перестраивает ярославский вокзал ну по сути строить заново там от оригинального здания практически ничего не осталось но тем не менее вот тут если вот мы вспомним например его раннюю работу усадьба локал во вселе великой ярославской области это вот напоминает то же самое но куда в большем объеме нужно понимать что в то время железнодорожный вокзал это как сейчас аэропорт примерно то есть это вопрос городского престижа то есть у кого круче кого пафосни у кого больше у кого красивее у кого декорированный вокзал тот город в общем-то и лучше понимаете и поэтому шехтель вот строит вот такой большой пафосный проект обратите внимание там совершенно неуместная надпись ярославский вокзал который просто чудовищно смотрится вот с этим зданием совершенно неуместно и некрасиво но тем не менее шахты строят такой большой терем опять же опора на архитектуру 17 века ярко выраженный центр вот это вот эти вот здоровые ворота то есть конечно понятно что вокзал это ворота город сейчас нам кажется но вокзал и вокзал в то время это очень серьезный и весь вокзал украшен по периметру керамикой которая делалась в абрамцево абрамцево такое село под москвой один из центров отечественного модема там как раз в рубль работал с этой керамикой только он естественно и оформление конечно посвящено северу потому что ярославский вокзал поезда идут северную часть российской империи тогдашний вот я вам хочу показать вот такой замечательный фрагмент посмотрите с медведями которые тоже вот отсылает нас к тематике тематике декора вот и конечно шехтелю удалось удалось вот этого достопримечательность которая до сих пор является одной из самых важных в центре москвы революцию шехтель принял не эмигрировал остался и в общем то продолжал работать но в основном строил технические технические здания после революции главенствовал конструктивизм в общем то конструктивизме к сожалению шехтель замечен не был и то ли он уже был слишком стар то ли этого не понимал ему это было видимо не очень интересно но в то же время известная его технические постройки которые к сожалению мало любопытны с архитектурной точки зрения но любопытно любопытно например проект к сожалению не осуществленный это например проект памятника 26 бакинским комиссаром построен так и не было вот такие вот были представления представление у шехтеля о том как должны выглядеть памятники или вот совершенно замечательный проект для мавзолея ленина вот таким мог быть мавзолей строй его по проекту шехтеля вот он предложил вот такую пирамиду пирамиду построить и как известно египетские пирамиды они были гробницей но к сожалению вот или к счастью этот проект осуществлен не был был осуществлен проект чусев который мы с вами и знаем до сих пор после революции надо сказать что ты преподавал но когда он бросил строить и бросил преподавать уже не было него для этого сил жил он довольно таки скромно несмотря на то что луначарский тогдашний нарком просвещения он выделил ему персональную пенсию 75 рублей по тем временам кстати не такие плохие деньги средняя зарплата была порядка 60 рублей эти в принципе поэтому это были деньги на которые жило большинство и даже на самом деле больше естественно шехтелю было прожить на эти деньги сложно содержать свою семью по крайней мере так как он содержал ее до революции строя в общем-то для богатых людей получая хорошие гонорары умер шехтель двадцать шестом году не сказать что в нищете но он находился в таком не особенно простом положении умер он от рака желудка по иронии судьбы человек который является одним из главных наших архитекторов начала 20 века был академиком архитектуру но так и не получил диплома архитектора диплома высшим образованием известны его строки из писем последних лет я строил всем морозовым рябушинским фон дервизом и остался нищим глупо но я чист на этой ноте я думаю стоит закончить наше сегодняшнее общение всем спасибо за внимание